48 час alders cross 3 мороз там меня поджидают строжно злобные стражники поэтому сразу я я думаю воспользоваться той же тактики который мы пользовались прошлый раз то есть залететь с помощью левитации на крышу зданий расстреливать их слуков в то время как снизу будут воевать мои парни то есть призрачный талисман вызываем призрака отлично призрак есть потом амулет синие также призываем есть амулет синие больше не некого до призвать вот а я выпиваю зелье зелье левитации кстати она у меня всего одно осталось вот и залетаю на крышу из крыши расстреливаю этих парней другого способа я не вижу есть одна проблема я почему-то не вижу зелье левитации вся в инвентаре пусть музей левитации мне обязательно нужно без зелье левитации я нихрена не сделаю так я могу духа предков вызвать так духа предков давайте вызовем подождите что-то я не врубаюсь это как призрачный талисман вызов духа предков призрачный талисман я хочу почему его здесь нету это наверное есть двух предков который я вызвал нет мне все равно непонятно левитация чувств левитации то без левитации я эти со всеми стражниками точно не справлюсь у меня нету свитка левитации друзья мне нету свитка левитации за ними надо видимо в балмору отправляться попробуем сейчас подраться но спокойно спокойно ребят так деле здоровье срочно где мои сукины дети почему я один дух предков только дерется где где скелет блять труп вернее ходячий так срочно короче до телепортимся тогда нужно драпать отсюда короче загружаемся не так я не победил однозначно мне сейчас нужно зелье левитации набрать мне сейчас нужно телепортнуться мне сейчас нужно телепортнуться кальдеру и либо балмору то есть избавиться от всего хлама на на затариться затариться этими чертовыми зельями левитации то же без них вообще тяжко что за звуки страшно так мне сейчас надо главное добежать до гильдии магов принципе гильдия магов совсем недалеко у меня кстати никто вроде преследует затарю зельями левитации заживем как говорится что я могу что случилось с вами под этим ассурансом медленно обратиться пожалуйста все что хотите я слушаю так балмору отправляемся вообще я думаю зелья левитации может быть самому сделать а зачем мне их покупать если я могу их сделать сам надо было выспаться давайте выспимся непонятно когда кровать собищу раз попадется хорошо вы меня заинтриговали продолжайте приветствую вас данная блин надо было сначала в кальдеры в кальдере продать шмот так я сейчас попробую сам изготовить зелья левитации книжки есть у меня на продажу тут книжный магазин недалеко да у меня есть парк ник 108 монет между прочим задача оружейника 325 525 монет это нехило ой подождите так от книг избавился теперь складируем ингредиенты я же теперь потенциальный великий алхимик праздничный праздничный а так а 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 Ингредиенты я выгрузил Сейчас попробуем что-нибудь сварганить Правда алхимик, прямо скажем за меня Так себе на самом деле Так Сюда у вас нет предметов для этого слота Как это нету? То есть мне сейчас надо полностью загрузиться Вот этими предметами получается То есть все их перекинут в свой инвентарь Вот Теперь уже пробовать что-то изготовить Так, компоненты У вас нет предметов Ёлки-палки Вы что, хотите сказать, что я сейчас должен все это в инвентарь все перекладывать? Блядь Ну это просто жесть Ну ладно, будем смотреть Есть ли тут зелия, которые улучшают Которые дают левитацию Многое дают левитацию Прикол в том, что я вообще во всей этой игре ни разу не видел ингредиента, который бы давал... О! Перо наездника левитация. Он же летающий у нас к чему-то тип. Так, давайте перо наездника положим. То есть, видимо, ингредиенты, которые остаются от летающих тварей, они позволяют левитировать. Ну, блин, для изготовления зелия-то одного перо наездника, наверное, мало. Ну всё, у меня-то больше ничего нету. То есть, у меня одно единственное... У меня три перо наездника. Получается, для левитации у меня только три перо наездника. Это совсем мало. Так, левитация напишу. Что ж такое? Тут русского языка не поддерживается. Русских кириллицей здесь нету. И что мы создадим? Для создания зелени хотя бы два компонента. Блин, ну а где я возьму второй компонент? Ну, давайте попробуем солёный рис добавить. Солёный рис – это самый популярный, так сказать, ингредиент, который у меня выше крыши. Значит, пробуем ещё раз. Компонент, значит, перо наездника и солёный рис. А, блин, солёный рис надо положить в свой инвентарь, естественно. Буквально одну штучку. Так, перо наездника и солёный рис. Так, название – левитация. Я очень надеюсь, что он будет левитировать от этого. Нет, не работает. Так не работает, к сожалению. А, подождите! Ну, а почему у меня пропал ингредиент, если я ни херена не сделал? У меня пропали ингредиенты, но при этом я не получил никакого... Никакого заклинания. Никакого зелья я не получил. Это как понимать? То есть, эти зелья, получается, пропали, да? Понятно. Сейчас я подойду, секунду. Ну, я пошёл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это перо наездника, этого явно недостаточно... Блин, я телеграм забыл выключить, это проблема... Так... Теперь надо тогда идти выложить стрелы... Стрелы... Нет, их нету... Свиток полета и кара, одноразовый... Увеличение акробатики 1000 пунктов на 7 секунд... Я вот не представляю, как это работает... Давайте возьмем... Сколько весит? 0,2... Давайте возьмем... Может быть он позволяет мега высоко прыгать... Я просто запрыгну, так сказать... Запрыгну на крышу... Так, выкладываем излишек стрел... Так, хитиновая стрела 0,1,1... И тут 0,1... Железная стрела... Давайте хитиновую выложим... Железные возьмем... 80 штук я возьму... Чтобы до сотни довести... Вот... Железные болты выкладываем... Для будущего арбалет... Арбалет, я надеюсь, он появится у меня когда-нибудь... Так, что тут еще можно выложить в трупплалу? В принципе, выкладывать больше нечего... У меня 100 серебряных, 100 железных стрел... Этого достаточно, я думаю, да? Резной эбонитовый дротик... Ценой 2000... Один дротик ценой 2000... Я просто охренею... Что с этим дротиком можно сделать? Я просто не представляю... Весит 400 грамм... Наверное, выложу пока... Просто я реально понимаю... Что, одним дротиком я убью там... Какого-то мега-монстра... Там, даэдру убью одним дротиком... Для чего он... Почему он так дорого стоит? Непонятно... Так, ну выложил я, короче... Здесь тоже штуковины... Сейчас мне нужно заглянуть... Заглянуть в лавку алхимика... И скупить там штук 10 зелий... Левитации, не меньше... Потому что... Я понял, как это круто... На самом деле левитировать... Кстати, этот сундук... А вы хотите мне что-нибудь сказать... Ускориться? Конечно, не вопрос... Ускоримся... Так, я его вскрыл... Я его вскрыл... Там куча... Там просто куча зелий... Которые осталось просто вытащить оттуда... На помощь! Вор! Но она спалила... Но она спалила... Поэтому... Переиграем и несколько раз попробуем... И у нас в итоге все получится... Спросите... У простолюдина... Вы будете обращаться ко мне почтительно... Конечно, конечно... На вас донесли... На вас донесли... Так необходимо говорить... Именно со мной... Какая высокомерная барышня... Так, я вскрыл... Выхода нет... Вскрыл, но забрать не получилось... Надо после скрытия сразу сохраняться... Чтобы потом... Повторно все это не скрывать... Вы будете обращаться ко мне почтительно... Назовите себя... Так, все, я вскрыл... Сохраняемся... И все забрал... Все зелья я забрал... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Ну здесь, я думаю, опять нужно сейчас... Тогда к трупу хвалу возвращаться... И все лишнее... Все лишнее сбагривать... Убирать про запас... Потому что... Зелья очень много я набрал... Так, зелья я храню где? Зелья я вот здесь храню... И вы их надо продавать... Те, что продавать... Зелья воспоминания... О, зелья возврата, вы представляете? Не знаю, как это работает... То есть, что, выпил зелье и типа вернулся, что ли? А давайте проверим... Давайте я сохранюсь... Как работает зелья возврата... А-а-а... Действительно, оно... То есть, получается, зелья, они... Аналог... Аналог... Свитка, получается, так... Но зелья, по-моему, скупает... Он же вроде скупает зелья... Торговец... Да... Важно... По-моему... Читают... Зелья... Скупает зелья... Хм... 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 Зелья лечения парализации... Непонятно, как это парализацию лечить, если... Если ты парализован, как ты его выпить можешь? Качественное восстановление усталости Так, одно зелье левитации у меня есть Одно, но это мало Стоит оно 35 монет Ну стоит оно, кстати, дешево Сейчас реально вот надо набрать штук Штук 10 8 килограмм, правда, все это весить будет Это, конечно, многовато Тененые зелья, это вообще чушь собачья Надо продавать Так, все эксклюзивные зелья, я думаю, надо вообще выгружать Потому что эксклюзивные зелья действительно нужно выгружать Их пока рано Я на ранней стадии игры нахожусь Зачем мне все вот эти эксклюзивные зелья с собой таскать, я не понимаю Эксклюзивные зелья пока сладируем Субтитры сделал DimaTorzok Оцененные надо будет продавать Стандартные и качественные пока можно оставить в инвентаре Так, ну чё, денег навалом Сейчас надо затариться зельями левитации Десяток, я думаю, меня устроит Хотя не факт, что у нее вообще... Вы будете обращаться ко мне почтительно Не факт, что у нее вообще десяток есть Конечно же, у нее десятка нету Будет прикол, если у нее вообще нет зелья левитации Перекол Блядь, у нее нет зелья левитации, ребята У нее нет зелья левитации Единственное место, где я могу попробовать эти зелья поискать Это в гильдии магов, мне кажется, больше негде Давайте в гильдию магов смотаемся Больше некуда Очень Очень рада знакомству Бабушка, ты в маразме, что ли? Так, это продает только оружие Свиток левитации я бы тоже с удовольствием взял Как у вас дела? Ага, могу я чем-нибудь поговорить? Ого Заклинать Слышишь, сундук 90 уровень, давайте попробуем вскрыть Да Давайте попробуем Сука, почему ты в мою сторону поворачиваешь? Что я могу для вас сделать? Для меня посмотри сук она смотрит сюда и все тут так я сейчас попробую хамелеон применить мне вот этот сундук надо скрыть а 90 уровень нет 90 уровень я никак не скрою слишком сложный замок так не нужны свитки либо зелья левитации без них я не выживу либо либо я могу это цель заклинание купить правильно же очень так я могу закупить заклинание левитации за 389 сустина это супер это супер так есть щит 2 2 преграда тоже да и думаю полезно давайте щит 2 преград возьмем прикольно так теперь я могу левитировать и без всяких свитков на самом деле теперь я могу левитировать без свитков не надо бояться добро пожаловать только глупцы злят меня привет как дела заклинание пусть и давайте заклик купим заклинание призыва то есть заклинание школы мистицизма так стандартная зелья левитации 35 монет берем это совсем недорого 35 монет тем более зелья левитации они в очень небольшом количестве продаются их еще искать надо допустим у алхимички вообще его не было так давайте все таки посмотрим заклинание мистицизма мне нужны заклинание призыва друзья потому что надеяться на свитки надо на амулеты это не очень так вызов мелкого ходячего трупа ну мелкий ходячий труп это не очень серьезно друзья надо вызов скелета прислужника но это мелочи короче ладно покупаем эти заклинание вызова скелета и трупа тоже другого ничего не предлагают к сожалению так а мистицизму конечно обучить меня больше нельзя да найдите то что вещь так давайте мистицизмом прокачаемся пока деньги есть все и до 50 я прокачал мистицизм принципе школу изменения тоже можно качнуть хотя не знаю правильно ли это потому что в принципе мне кажется надо вкладываться в прокачку третичных навыков они то что и так качается само по себе хорошо вы меня заинтриговали пока деньги я приберегу пока деньги приберегу значит сейчас нужно отправляться опять в альдрун а для этого для этого проще воспользоваться заклинанием возврата конечно же так сбагреваем награбленные доедрический вакидзасе 48000 чумить но это короткие клинки понимаете неужели я буду коротким клинком воевать мне кстати феникс кинг раша писал в комментариях что в конце игры может понадобиться короткие клинки но я не вижу у этого клинка доедрический вакидзасе никаких преимуществ вообще не вижу хоть 30 вообще не вижу так флин он покупает это радует зелье он берет высасывание интеллекта да я в жизни так им пользоваться не буду кстати у меня целых да у меня есть один свиток левитации так ну я продал на 3000 сейчас подойду секунду да так 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 ему я все сбагрил сейчас на меня естественно на выходе нападут теперь мне нужно адридрического вакидзаси избавиться 48000 как я это а ну во первых давайте продавайте во первых подождем 24 часа чтобы у него деньги появились я не понимаю как ему буду сбагривать за 48 тысяч вакидзаси ну да у него есть абонитовый копия есть щиты так давайте берем щиты у него есть два щита святых так вот они так но этого мало давайте возьмем еще должно быть абонитовое копье у него за одиннадцать тысяч так за зеленый кинжал берем ебанитовое копье где осталось набрать на две с половиной тысячи всего лишь штуковин какие-нибудь самые дорогие не нужны штуки так ну вот допустим кераса темного братства 1000 еще однако керас темного братства ну и давайте пару на плечик так я у меня мозги плохо с математикой работают то есть смотрите я ему все это продал у него 5000 что-то я не врубаюсь хорошо я ему продаю эту штуку так у него осталось 0 ждем ждем 24 часа у него 5000 блин теперь эти чертовы ибанитовый копья от них надо как ты так давайте от абонитова не давайте щит святого не подожди давайте ибанитовое копье я продаю забираю келунжал вот и мне теперь еще надо набрать на на 6000 да я запарюсь конечно все это набирать на 6000 я запарюсь набирать но выбора нет куда деваться так так у него две тысяч две триста теперь опять ему этот хлам надо продавать я лишнего набрал понимаете я лишнего набрал здесь я не понимаю то есть у него две триста три две триста на чем он даю на 2 300 и все ч ч ч у него 26 осталось ждем ждем 24 часа продолжаем этот утомительный процесс продажи ему всякого всего так мне сейчас нужно от счета святого в первую очередь избавляться на щит святого он мне должен 15 из него я соответственно беру его не твое копье у него же его не твое копье правильно вот она его не твое копье я ему должен остался то есть он мне должен а я еще нужно 5000 набрать блин на 5000 сейчас запарюсь набирать а а а а а а Продолжение следует... 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 Я не понимаю, почему у меня стоит максимум торговца, если я не нажимал максимум торговца. Что значит максимум торговца? А вот это грёбанное ебанитовое копьё. Так, снова ждём, снова ждём 24 часа. Так, мне нужно ему впарить эбанитовое копьё за 10 тысяч. Значит, я у него беру стеклянный кинжал за 4. И теперь мне нужно ещё на 6 тысяч набрать всякого хлама. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Так... Теперь у него, значит, 5 тысяч, теперь ему обратно всё-таки надо возвращать. Утомительный процесс, чё говорить, утомительный процесс. Так, снова ждём 24 часа. Ну, у меня больше не осталось ничего такого дорогущего. У меня сейчас 37 тысяч с наличкой. То есть, все эбанитовые там, всё эбанитовые копья я им продал. Сейчас нужно просто сумелость, по-моему, возвращать. Как я понимаю. Так, снова ждём 24 часа. Ну, вы прикиньте, сколько у меня денег будет после этого. Это просто жесть. Сколько у меня будет денег, это просто пипец. Я буду мистицизм прокачивать сразу. То есть, чтобы призывать монстров к себе в поддержку. О, нет, у меня ещё свит тяжёлый, свит свято... Щит святого остался лишний, ё-моё. Или это мой щит святого? Нет, это щит святого, от которого надо избавляться. Это лишний щит святого. То есть, мне сейчас надо опять эбанитовое копьё искать, это за 11 тысяч. Так, эбанитовое копьё. Так, и мне сейчас нужно у него опять на 5 тысяч товара набираться. Так, кинжал. Говори, что тебе нужно. Это что происходит? Вот я не говорил. Так, я избавился от щита, теперь мне нужно от эбанитового копья избавляться. Ну, эбанита копьё, это только я могу... Блин, у меня есть стеклянный кинжал ещё в придачу. О, господи-то, боже мой. Где мне у него взять на 10 тысяч товара? Я не понимаю. Где я на такую сумму наберу товар у него? О, господи-то, боже мой. О, господи-то, боже мой. О, господи-то, боже мой. Так мне надоело с ним торговаться, вы бы знали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 165 монет Выкупаем его обратно Он мне самому нужен Ну просто когда ворочаешь Такими деньгами это уже Слушайте а это точно тот шлем? Потому что мой шлем стоил 167 Хрен знает тот это шлем не тот Мой шлем точно стоил 167 А этот стоит 165 Я еще тогда помню обратил внимание Что почему тот шлем который мне дали Он стоит Чуть на 2 единицы дороже Продолжим в следующем части Всем пока